Девушки отдыхают Население 23 тысячи нашего городка Наш город основан в 1137 году Наша Додо Пицца в центре города Я родился и вырос в Вельске 25 лет уже занимаюсь бизнесом Все бизнесы, которые здесь организовывал Вельске Открывал, сталкиваясь с проблемой на своем личном опыте Когда я столкнулся с проблемой нарезки стекла Что в городе было невозможно нарезать Я открыл мастерскую «Мир стекла» Потом я столкнулся, что нельзя было купить нигде в Вельске саморезов Я открыл цент крепежа Потом я начал дом строить и столкнулся с тем, что невозможно было купить дверей Я открыл магазин дверей Потом открыл цент заборов, цент кровли Потом открыл мебельный салон Потом у меня родился сын И я открыл детский развлекательный цент Но вот последний проект – это Додо Пицца Они все рожались из-за того, что что-то в Вельске И я считал, что можно сделать лучше Да, и того, что нет в Вельске, а я делал Это вот мы едем, заезжаем в город И сразу выезжаем на центральную улицу Дзержинского Я думаю, что улица Дзержинского есть в каждом малом городе После того, как открылась Додо Пицца Буквально через месяц, через два Открылось еще три кафе Двухэтажное кафе строится Бургерное открылось Строится ресторан Строится гостиница с рестораном У нас такой вот мощный толчок Вообще пить по Вельску Я бы сказал, мощнейший У нас в основном лесная промышленность Есть большое предприятие Вельский лес На данный момент продукты зашли в малые города Вот сети зашли Магнит, Дикси, Пятерочка Быстро сообразили, что в малом городе тоже можно делать бизнес У нас много кружков ДК хорошо работает Студия МОД Ирина есть даже Сейчас мы будем проезжать Светофор Дороги размыло Центральная улица, да Спорт у нас очень в Вельске развит Проходит очень много различных турниров Вот стадион Спортом я сам занимался и занимаюсь Занимался борьбой классической Футболом Стоял на воротах за сборную Вельска 25 лет Занимался бальными танцами Был лучей парой Вельска То есть такой разносторонний Творческий человек Я и песни пою Петь Я подожду еще чуть-чуть Ой-ой И собираться стану в путь Вот такие выпивцы Ну в общем-то обычный Малый город Каких по стране Много-много-много У нас есть шинный магазин Хозяин его этого магазина В Архангельске Находится и вот он Увидел Услышал как Додо Пицца работает в Вельске Вдохновился этой идеей И сейчас Купил франшизу На город Новодвинск Это 20 километров от Архангельска Сейчас нам будет открывать Додо Пиццу Всем пицца О, привет Ярик Город у нас небольшой Население близко к 38 тысячам Практически 1863 года выпуска В бизнесе не новичок Я занимался и занимаюсь до сих пор бизнесом Это мой основной бизнес Это торговля Сначала она была оптовой А потом оптовой занялся мой брат Я занимаюсь сейчас розничной торговлей Это назовем так женская одежда Это основной мой бизнес Я в основном им и занимаюсь Благодаря ему в принципе и появилась Додо С точки зрения финансов Население регулярно растет У нас промышленность развита Справа у нас находится единственный В крае металлургический завод Сейчас это очень крупное Городообразующее Можно сказать предприятие У нас очень развита торговля Не поверите Потому что буквально как грибы Вырастают новые Ранее это были магазинчики Сейчас это все торговые центры Торговый центр это место Где более чем два магазина Вот видите стройка идет И все строят что? Строят? Магазины строят С точки зрения развлечений В городе В этом плане он очень банален Как все российские города И очень ограничен Кафе Назовем их так рестораны Ой Ну как бы все в городе знают Жена поехала Все в городе знакомы Река Абин Полноводная Ну сейчас понятно Что там ничего нету Еле течет Слава богу Здесь очень развит туризм У нас прям активное направление Джиппинга Вот кстати представитель Джиппинга Практически перед нами Палатки Туристы Тут постоянно нас оккупируют Со всей страны Я могу если хотите вас еще там В лес завести Надо вам в лес? Не надо в лес Ну может вас тянет на природу Я не знаю И у нас сейчас вся молодежь Края в том числе В Абинске Активно занимается футболом Казачества много И оно активно развито И вот как-то молодежь Тоже стремится Либо футболисты Либо в казаки Ну как-то так Пиццу едят хоть казаки? Пиццу Я надеюсь что едят Да периодически встречаю Да Дальше мы можем заехать на Шанхай Я думаю в каждом городе Особенно в малом городе России Есть Шанхай Но лучше туда Там очень быстро проезжать И не останавливаться Вот кстати Бургер клуб Вот он есть Вот наш конкурент Говорят Потому что не знаю Насколько он там конкурент Не заходил Но это место Где у нас проходят Всех культурно-массовые Городские мероприятия Вообще в принципе Вот он центр А вон он Ленин Как бы Ну понятно да Все поехали Пойдет Ваше здоровье Так ну здесь мы наблюдаем Нашу центральную улицу Города Это улица Советов Пиццерия тоже находится На этой улице Да все находится на этой улице Все вокруг нее Это достопримечательно снял? Нет Вот она Ввиду ограниченности бюджета Город сделал нечто И сказал что это наша Как это правильно сказать Достопримечательность Вот это вот оно Ну вот не знаю Как-то так Фонтан Ну как и прошлый Он не фонтан Есть еще один не фонтан Можем пройти посмотреть Не ну он кстати Вроде бы даже неплох Да Евгений можно потише там У вас там девушки Чудо кричат очень сильно Извини Переставался Так мы находимся На улице Петра Ильичева Это самая центральная улица В городе Калачинске Мы не зря ее выбрали Это базарная улица Так называемая Здесь каждый день Проходят какие-то мероприятия Здесь проводят И праздники И масленица Недавно была На столб здесь лазили На санях ездили Вот Эту улицу Мы сразу же приметили И решили Что наша пиццерия Должна быть именно здесь Мы с Алексеем С моим компаньоном Занимались сотовым бизнесом У нас были салоны сотовой связи Мы занимались именно областью То есть мы занимались небольшими городами Вот мы видели там потенциал уже давно Потому что многие сегменты бизнеса просто не представлены На тот момент мы зашли с салонами связи Мы открыли первый, второй Мы видели, что можно развиваться и дальше То есть малые города нам давно понравились Мы открывались один за одним Вот В какой-то момент мы пришли к тому Что свой бренд развивать и поддерживать очень сложно Мы начали взаимодействовать и открывать монобрендовые Салоны Теле2, МТС, Билайн, Мегафон Спустя лет 8-10 мы поняли, что на рынок заходят более Крупные игроки То есть кто-то растет быстрее Вот и нам нужно продаваться Мы вынесли предложение нескольким компаниям И нас купили И мы остались без основного бизнеса Вот, но именно тогда мы оценили, что такое работать по франшизе Это улица Петра Ильичева Это самая центральная улица Здесь концентрировано максимальное количество Торговых, офисных помещений Здесь много заведений, генерирующих трафик Мимо поезжает наш курьер Артур Артур, я вижу, вы сегодня при параде Здравствуйте Пожалуйста, кафе местного формата Наш конкурент основной Калачинск, это вообще была деревня Калачики А статус города, там, в 2004 году Относительно недавно, то есть это на нашей истории Калачинск стал городом Большой плюс в малых городах, что здесь нет пробок Элеватор, там видно куча птиц, которые едят Такой стратегический объект для Калачинска Транссибирская, да, это магистраль Транссиб Знаменитые калачинские веники Их знают даже в Голландии Вот основная достопримечательность Калачинский светофор Ресторан Бочка Ресторан Клуб Испания Местное ночное заведение Тоже питейного формата Вот стадион Не видно, к сожалению Вот здесь хоккейная коробка А вообще спортивный город? Ну я не скажу, что он весь в велодорожках Здесь население проще удивить Здесь меньше конкурентов, достойных конкурентов Именно Додопитс Ниша такого общественного питания Ее просто нет в малых городах То есть мы ее сейчас формируем Мы пришли, заняли место И это место мы никому не отдадим Это действительно крутой бизнес И с точки зрения Рекомендовать это как франчайзинг И это однозначно на 100% рекомендую Ну какой-никакой опыт у меня есть У меня 4 проекта в области франчайзинга И им всем далеко Им всем далеко до Додопитса Объективно говоря Это реальная информация Инфа 100% Много звонков от предпринимателей Из больших городов Которые хотят открыть в малом Эти предприниматели сидели и думали Что может быть мы откроем в этом городе А его раз и купили Раз и купили То есть все большие города Они раскуплены И сейчас эти предприниматели Которые хотели открыть в большом городе Они уже понимают Что надо торопиться А остались малые города Поле деятельности Просто не пахано Их там тысячи городов Тысячи И просто интересно И самое это интересно Что ты просто в любой город Заезжай и открывай Вот просто в любой Как вы этого не видите Как вы этого не видите Вот как вы этого не видите Были сомнения В том плане Что бизнес не знаком В основном бизнес совершенно Не связан с этим Когда мы обсуждали По скайпу Нам сказали Ребята открывайте Будете сами Мы сказали Ну спросили А сколько человек к нам приедет Кто приедет Приедет Федор Чтобы открыть новый ресторан А мы сказали Сами откроете Как сами откроем Мы врачи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова